всем привет с вами миха мы на канале жиру капец сегодня у нас очень интересная тема для многих это табу они так боятся считать калорий мы с вами на прошлом уроке разобрали сколько килокалорий нам кушать надо теперь нам надо узнать как эти блюда посчитать чтоб мы влезли в наш колораж суточный сейчас я вас научу буквально за пять минут самый простой способ на компьютере который у всех есть очень легко вы будете в конце этого видео улыбаться и думать может это так просто это так легко и зато будете знать как посчитать свою порцию примерно которую вы кушать сколько вы узнаете сколько вы съедаете сколько как приготовить низкокалорийно как приготовить высоко калорийно вот в двух словах просто чтобы вы знали например возьмем сегодня мой сердечный салат из сердечек курин и я вам покажу как узнать сколько как приготовить его и сколько вам его есть потом кушать можно сейчас но для начала попрошу те кто не подписан на мой канал чтобы они переключили на другое видео или еще что-нибудь сделали потому что знаете я смотрю на статистика 60 процентов людей смотрит мои видео без подписки я понимаю наверное тяжело спуститься вниз нажать кнопку подписаться но ребята вы приходите в кинотеатр да смотрите кино артистов перед вами выступает вы платите за билет вы заходите в трамвай вы платите за билет вы везде платите за билет у меня бесплатно у меня входной билет это подписка на мой канал лайк и колокольчик нажмите чтобы не забывать но будет вам приходить уведомление когда буду новые видео выкладывать поэтому пожалуйста я очень вас попрошу сделайте это и смотрите удовольствие и мне приятно и вам за ваши добрые дела вернется хорошая добрая информация который поможет вам похудеть и похудеть не так просто как говорится на языке а реально как я я похудел на 43 килограмма кто не знает и отлично себя чувствую удерживаю вес без срывов без слез без страданий как другие делают поэтому очень рекомендую вам подписаться дам вам 9 секунд на исправление ваших ошибок пожалуйста подпишитесь ну а теперь непосредственно переходим к важному моменту давайте рассчитаем наш салат куриных сердечек и узнаем сколько мне можно будет салата этого съесть в одной порции естественно порцию вам тоже сниму покажу поехали а теперь давайте на реальном примере разберем как например вам посчитать если вы решили сделать мой салат из куриных сердечек сердечный салат как я его называю берем смотрите google все просто набираем калькулятор калорийности продуктов вам выдается список сайтов я пользуюсь вот вот этим сайтом как бы называется ну я не знаю я привык к нему уже ну я вот для прикола рассчитал его и на других двух сайтах ну проверим как какая точность примерно у них одинаково не одинаково так смотрите захожу на калькулятор калькулятор вот называется видите как сайт называется вот тут вот калькулятор калорийности продуктов и вот тут есть калькулятор онлайн калькуляторы очень удобно тут выводите первые там 34 буквы и вам уже выпрыгивают подсказки только не думайте если вы там что-то неправильно начали вводить она может вам неправильно выдаст например если вы ведете отварные начнете вводить например отварные куриные сердечки вам придется искать долго если вы будете вводить сердечки сердечки видите вам тоже нету вроде думаете тут значит нету этого продукта сердечки но на самом самом деле есть вы берете например берете курица до вводите и потом смотрите что есть по курице курица фарш курица грудка вареная грудка копченая грудка на пару грудка простая курица понимаете по всем готовым продуктом и сырым продуктом очень удобно дальше вы ищете сердце вот курица сердце это сырое берите вареная вот выбирайте курица сердце добавить список вот она появилась курицы сердечек у нас 400 грамм сегодня в салат я буду делать вы записываете 400 грамм вот она автоматически видите справа посчитала белков 80 жиров 43 углеводов 440 запомните эти сердечки применяйте их кругом по цене они в два раза почти дешевле чем филе а на самом деле белка очень много жиров средне углеводов нету как в мясе практически понимать очень удобно калорийность довольно таки небольшая у них поэтому смело применяйте этот салатик для вечернего вот ужин отлично салат приятно вкусный салат покушал и чувствуешь и здоровье много полезных минералов в этих ну куриных сердечко короче волшебно так дальше не будем отвлекаться так что у нас там дальше так лук яйца до яйцо пишут яйцо куриное белок яйцо куриное вареное вкрутую вареное в сматку у нас идет вареные вкрутую добавляем добавляем 150 грамм это три яйца кто не знает но у кого крупные у меня крупные яйца получается 150 грамм яйца вареного дальше лук репчатый лук и лук зеленые пишем тут можно искать его вот видите вот тут вот зеленый порей репчатый лук репчатый вот с трех буквы дальше выбираете так добавляем лука 70 грамм 70 грамм много не надо потому что потом он печет сметана сметана у нас 15 вот я начал 15 процентов выбирать вы выбираете такая которая у вас я всем рекомендую худеющим добавлять 15 процентную сметану она и в меру жирная получается средняя вы видите есть низко жирная 10 процент есть 30 процентов вы берете среднюю серединка золотая серединка в моем правиле она работает отлично всегда так сметаны 100 грамм будет в салате добавим дальше что у нас огурчики соленые до огурчики соленые огурчики нет видите огурчики уже значит огурец соленый а то если вы напишите огурчики вы уже не найдете а он огурец поэтому когда вы начинаете писать первые три буквы уже смотрите 34 написали буквы смотрите чтобы уже выбирайте лучше потому что то подумайте что нет такого например помидор я не мог найти а потом оказалось тут он записан как томат поняли но такой прикол я думал ну как это помидора нету свежего потом оказалось что он тут как томат записан но еще такие приколы но тут очень много наименований практически все и так выбираем огурец соленый его тоже немного 70 грамм ничего страшного немного он задержит воду но вот этот салат вам жир не может принести поэтому смело кушайте его вечером и все у вас будет хорошо ну все зелень ту это рассчитывать мелочи я не буду а у меня в это я еще люблю морскую капусту добавлять она тоже увеличивает объем добавляет полезности а калораж уменьшает но у меня сегодня нету морской капусты но забыл я ее купить на приводе поэтому свой салат я еще добавлю зеленый болгарский перец не красный которые но калорийные сладки а зеленый так и пишем перец и рец вот смотрите появился перед зеленый сладкий красный сладкий сладкий маринованный душистый каэнские молотый черный чили какой хотите понимаете мы берем зеленый сладкий хотя красный на самом деле на один килокалорий получается так что можете брать любой но я купил зеленый я думала нам поменьше в нем калорий но на самом деле видите на 1 калорий разница поэтому берете перец любой сладенький вкусненький так перца я тоже 100 грамм положу. Вот смотрите, сейчас на 100 грамм продукта 147 килокалорий. Добавляем перца 100 грамм. И калорийность, видите, из-за того, что объем увеличился, а калорийность упала. Хотя перец, в нем нет ни белков, ни жиров, а не углеводы практически и клетчатка. Но из-за того, что он 26 килокалорий на 100 грамм, он разбавил этот салат. Вот так работает увеличение калорийности, уменьшение калорийности. Помните, я вам рассказываю. Вы берете немножко любой каши, белка, а потом для увеличения порции и уменьшения калорийности. Вот сейчас порция увеличилась на 100 грамм, а калорийность упала. Вы понимаете? Вот такая вот хитрость в этом. Вы в этом должны разбираться. И вот на этом вы просто будете худеть. Посмотрите, что у нас получилось. Салат. Обалденно вкусный. Девочки, рекомендую. Просто полезный, вкусный и низкокалорийный. Получается в нем белков 11 грамм, в 100 граммах это жиров 8, углеводов 2, 2,73. До 3 грамм углеводов. Вы понимаете? 3 грамма это вообще ни о чем. Понимаете? Это очень низко углеводный салат получается. Получилось у нас 890 грамм и вся калорийность всего салата 1118 килокалорий. 1100. Получается, вот этот почти килограмм салата, если вы скушаете за день, за сутки, вам не хватит калорийности. Вот вам на разгрузочный день салат, пожалуйста, кушайте его и разгружайтесь. Но вам даже мало его будет. Еще можно будет что-нибудь кушать вкусненько. кефирчик, творожочек вполне сюда влезет. 300. Две порции еще. Вот, пожалуйста, вы можете за 2-3 порции съесть. Получилось 900 грамм. Три порции по 300 съедайте и еще что-нибудь. Вот вам и разгрузочный день. А стоит-то очень дешевый салат и очень вкусно. Вот такой. Так, получилась у нас вот такая вот картина. Вы поняли, да, как? Тут сразу вот высчитан общий вид и калорийность. Теперь давайте проверять, что у нас по другим. Потому что вы можете этот не найти, другой пользователь. Еще проверяем. Смотрим. Вот какой-то диетру я рассчитывал. Тут тоже, видите, курица, сердечки всех видов вареные. 400 грамм. Яйца, лук репчатый. Все такое же. Только тут у них не было сметаны 15-ти процентной. Это они работают с конторой домик в деревне и у них написано сметана домик в деревне 15-й процент. Ну, по барабану какой там домик в какой деревне вы берете просто 15-ть процентов. У вас домик в деревне, садик в деревне. Не парьтесь с этим. Примерно тут будет одинаково, потому что у них ну, это заводские настройки 15-ти процентные. Будет 15-ть процентов жира, 2,6 до 3-х белков и минимум углеводов, потому что в сметане их практически нет, потому что лактоза переработала, сахара переработались и очень низкоуглеводные такие молочные продукты, как кефир, сметана, мало в них углеводов. Так, дальше огурцы соленые и перец сладкий зеленый. Получилось у нас, смотрите, в расчете на 100 грамм 126 килокалорий и 5, 127. Тут 133. Я думаю, почему же так? Проверяю. У нас перец 7,20 углеводов написан, у них 4,7. Поэтому, ну, по сути, это одно и то же, что 127, что 130 килокалорий. Это одно и то же. Это не влияет на большую нашу калорию. Примерно получается одинаково. Смотрите, общий результат 1126 килокалорий. Тут 1188. Тоже 40 килокалорий. Это ни о чем. Вот третий вариант. Калькулятор калорий супер колоризатор какой-то. Тут почему-то нету сразу расчета на 100 грамм. У них общий расчет есть, но мы можем проверить 1189 килокалорий. Вот они все блюда. Тут прикольно. куриные сердечки, яички вкрутую, лук репчатый, сметана. Все с картинками. Очень красиво, прикольно смотрится. Жалко, что нету на 100 грамм. Так бы можно было пользоваться этим вариантом. Так, вот такой вот вариант, понимаете, 1189. У нас 1188. Понимаете, примерно, примерно на всех калькуляторах я вам показал один, который я люблю, ну, я привык к нему. А так вот я рассчитал на трех. Вот так же везде вводите состав, только контролируйте, девочки. Раз у вас в салате будет вареное сердечко, ищите вареное сердечко. Но если уже нету такого вареного, берете свежее, там не сильно разница будет большая в калориях, но правильно считать в вареном состоянии. если вы рассчитываете сырые продукты, вы берете сырые продукты. Если вы, например, варите плов, и у вас, например, 100 грамм сырых продуктов, это будет один калорар. Но вам надо написать, сколько будет 100 грамм вареного риса. Ну, давайте, например, попробуем. вот вы не знаете сколько. Пишем сколько сырого будет вареного. Смотрим. Так, что нам и 100 грамм сухого риса. А, сюда не удается. Так, смотрим, смотрим. 100 грамм сырого риса, это 350-400 грамм вареного. Смотрите, вы делаете плов, у вас, например, сырой рис, значит, вы должны тут записать 350 грамм риса вареного, чтобы плов посчитать, понимаете, есть программы, которые высчитывают, например, ну, все сразу из сырого вареного, а есть не высчитывают, поэтому, поэтому, если вдруг попалось, что вам надо что-то вареное считать, вы вот тут делаете плов, и вы знаете, что у вас будет с этого 100 грамм риса, которого вы взяли на плов, 350 вареного, и вы пишите рис вареный, 350 грамм, дальше, там филе куриное отварное, 200 грамм, оно практически не теряет филе отварное, потому что белок практически не садится, не это, там грамм, так и пишите, 100 грамм, лук репчатый, не надо, то, что он там отварился, не отварился, не сильно, сметана не изменится, там, например, огурец не изменится, просто вот рис, он увеличивается, вы видите, в 3-4 раза, поэтому надо прописать будем, а так, вот если вы захотели бы сюда еще рис добавить в этот салат, кстати, вот я общался с девушкой, которая продавала мне ей эти сердца куриные, я говорю, а салат буду делать, она говорит, а как ты делаешь, я ей рассказал свой рецепт, она говорит, а я еще, говорит, для себя, случайно был горошек зеленый, открыла, добавила туда еще горошек зеленый, тоже супер, я говорю, вообще отлично, калории еще меньше стало, а увеличилось и вкус, и это, поэтому в этот салат можно добавить практически все, это как пицца, будет такой сборный салатик, понимаете, все, примерно я вам показал, объяснил, на самом деле все очень просто, и теперь вот, девочки, вы знаете, например, у вас калорийность, смотрим, 133 грамма, вы берете, 133, это 100 грамм, 133, берете, например, 250 грамм, умножаем на 133, равно, ой, что я умножил, 133 на 2, на 2, я, зачем 100, так, я неправильно умножил, в 100 граммах 133, а мы хотим 250 грамм съесть, это 2,5, 133 умножаем на 2,5, равно, 332 калорий, то бишь, салата нам, порцию, вы помните, у меня примерно к 300 и более калорий, но не более 350, 400 не стоит, ну, я так себе рассчитал, я так питаюсь, мне хватает, поэтому, получается, я беру, вот, кто меряет граммы, 250 грамм, до 300, вы можете смело есть этого салата, и ничего вам не будет, можете его есть вот это, на завтрак, на обед, на ужин, вот, когда вам нравится, вы можете, получается, 250 грамм смело съесть, и пойдет только в пользу, поехали дальше, вуаля, все так просто, на самом деле, и не сложно, так же и с готовыми блюдами, вы пишите в интернете, рассчитать калорийность блюда, или просто в гугле пишите, плов, калорийность, вам выдадут куча сайтов, и вы заходите, один, второй, третий, и выбираете, смотрите, плов с курицей, столько килокалорий на 100 грамм, плов с говядиной, столько килокалорий, плов диетический, плов с овощами, без мяса, все написано в интернете, вы смотрите, например, 100 грамм плова, ну, например, 300 килокалорий, все, вы понимаете, вам плова, 300 килокалорий, это, ну, 100 грамм, 150 максимум, можно повторить, если он низкокалорийный, например, 100 грамм, там, 100 килокалорий, плове, получается, например, вы берете, значит, вам надо 300 килокалорий, это 300 грамм, все легко, только весами взвесили свой пловчик, по-честному, не так, что взвесили 300, а потом еще 50 положили, или 100 сверху, чтобы сытнее было, не надо этого делать, считайте честно, и будет у вас все хорошо, все, мои дорогие, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, напишите, колокольчик не забыть, и напишите мне комментарий, поняли вы из этого видео, как считать, не поняли, нормально я объяснил, не нормально, ну, просто напишите ваше мнение, мне всегда очень важно ваше мнение, ребят, я работаю для вас, работаю для вас, и вы для меня, пожалуйста, сделайте доброе дело, напишите мне комментарий, чтоб я видел, что я не со стеной разговариваю, не вот с этим деревом, кстати, кто знает, как называется это дерево, я не знаю, как оно называется, вот у них такие, вон, видите, висючки, помните в детстве, куча висючек, так как бы, никто не знает, напишите мне в комментариях, хотя бы, кто не хочет мне ничего, напишите, как называется это дерево, все, мои дорогие, люблю вас, целую, будет много еще интересного, всем, пока-пока, ищите нас на ютубе, под хэштегом, жирукопять, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте худеть вместе, мы сможем это сделать,